Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Меня зовут Еремин Денис, я являюсь координатором программ Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Представляю вашему вниманию очередной выпуск цикла «Славянский подкаст». Данный выпуск посвящен одной очень небольшой, но в то же время весьма примечательной книге. Речь идет о сборнике, изданном Центром книге Рудомино в 2015 году под названием «Поймай падающую звезду. Антология современного серобского рассказа». Вообще, когда речь идет о прозе, обычно предпочтение отдается романам, что во многом объясняется их монументальным характером. Зачастую малая проза остается в тени. Тем не менее, рассказ, как форма малой прозы, имеет свои преимущества, ведь отнюдь не каждый читатель готов начинать знакомство с малоизвестной литературной традицией, с крупных произведений. Таким образом, цель антологии состоит в том, чтобы помочь русскому читателю составить некоторое собственное представление о содержании современной сербской литературы. Представленная книга – сборник именно современного рассказа, то есть произведений, в которых так или иначе речь идет о событиях 20-21 веков. Таким образом, в рассказах осмысляются события, затронувшие либо наше поколение, либо поколение наших родителей, дедушек, бабушек. Каждое из произведений, представленных в сборнике, по-своему интересно, однако мое внимание привлек рассказ Милована Марчетича. Думаю, необходимо сказать пару слов о самом авторе. Милован Марчетич является современным поэтом и прозаиком, лауреатом восьми национальных премий. Он родился в Приедоле в 1953 году и является выпускником филологического факультета Белградского университета. Свои поэтические произведения стал издавать с конца 70-х годов, а вот к прозе перешел в середине 90-х и писал преимущественно рассказы. Первый роман Марчетича под названием «Книга о Беуке» был издан только в 2014 году. В сборнике «Поймай падающую звезду» опубликован перевод очень необычного рассказа Марчетича под названием «Исход». Рассказ сам по себе небольшой, потому приведу его целиком. Милован Марчетич, «Исход». Дед моего деда по маме, хмурый, много раз говорил мне, что здание, в котором мы по праву семейного наследования проживаем с момента его постройки, проклято. И было бы хорошо, если бы все мы, все выжившие поколения нашего рода, в один прекрасный день покинули его. Каждый раз после разговоров о проклятии он вспоминал про какой-то подземный ход, который, по его словам, начинается в подвальном помещении здания за какой-то таинственной дверью, о которой никто ничего не знает. Дальше тот подземный ход будто бы идет под бульваром и пионерским парком, и системы проходов и лестниц опускаются все глубже, оставляя над собой другие государственные жилые здания, парки и улицы, пока наконец не приводит к выходу, в котором также никто ничего не знает, кроме того, что он находится у реки. Я не очень-то верил в эти байки, по крайней мере в ту часть, что рассказывал о подземном ходе, потому что я, как и прочие родственники, очень хорошо знал дом, каждый его закуток, все его парадные и тайные уголки. Но что касается проклятия, то в него я верил больше, в том числе и потому, что были тому кое-какие доказательства, хотя понятия доказательства и проклятия не очень-то сочетаются между собой. И все-таки я не смел даже предположить, что в относительно недалеком будущем стану подолгу размышлять о проклятии, почти всю осень и всю зиму, начиная с того октябрьского дня, когда и само это строение, и все наши жизни так драматически изменились. К одному из первых доказательств проклятия можно отнести происшествие, которое случилось в 1928 году, в строении, на месте которого позже был возведен наш дом. Тогда некий человек воскликнул, что он попал в разбойничью пещеру, а другой открыл стрельбу из револьвера, убив двоих и ранив троих, в том числе и того, кто поднял крик. Несколько месяцев спустя он тоже скончался от полученных ран. Разумеется, этот инцидент невозможно было исключить из истории унаследованного нами здания. Так что проклятие, как бы это парадоксально не выглядело, нависало над ним задолго до его возникновения. А прилипло оно к нему еще и по той причине, что от закладки фундамента до завершения строительства прошло целых 30 лет. Не говоря уж о том, что за этот период приключилось несколько локальных войн и даже одна мировая, что в ее развязывании обвинили именно ту страну, в которой должен был быть возведен этот скадр на боине. Что после той войны эта страна перестала существовать как таковая. Говорили, что тянет со строительством сам король, поскольку знаменитые тарабичи предсказали, что как только стройка будет закончена, его убьют. И в самом деле, за два года до окончания строительства и переезда в него короля застрелили на юге дружественной страны. И все же я припоминаю, что в здании, из которого мы переехали, в депутатов стреляли один единственный раз, чему наша родня и была свидетелем. Но позже, с годами, по сегодняшний день, на этом месте практически ежедневно слышалась перестрелка, потому как на фундаменте старого здания воздвигли кинотеатр Адеон, в котором практически каждый вечер раздавалась киношная стрельба. Итак, в новое здание Скупщины мы переселились в 1936 году. Правда, сделал это наш далекий предок по мужской линии со своими тремя женами, две из которых во время переезда были беременны. Прочие расползлись по другим местам, а нас в новое жилье привезли, как слепых котят, в одном комоде и в двух креслах. Через три года после переезда Скупщины в новое здание там состоялось ее последнее предвоенное заседание, так что следующие два года прошли относительно спокойно. Во время Второй мировой войны в здании располагалась немецкая комендатура, а после ее окончания здесь сменяли друг друга Скупщины страны, которая то и дело меняла название, пока окончательно не распалась. Сразу после войны мои предки были свидетелями из фальсифицированных выборов и внезапного исчезновения нескольких депутатов, то есть их переезда в тюрьму, а после завершения выборов свидетелями очень частых заседаний и аплодисментов одному единственному человеку. Этот человек со странным именем и фамилией и даже со странной кличкой, этот новый хозяин Скупщины и всей страны был, как вы уже догадались, Йосип Брос по кличке Тита. Всегда элегантно, с иголочки одетый, курившие, как мне рассказывали, большие душистые сигары. Он любил пошутить со служащими и обслугой, но бывал и очень злым и жестоким. Мои предки больше всего боялись именно его, но и любили его больше других. В Скупщине он не работал, а просто заезжал туда время от времени, иногда реже, иногда чаще. Нам же казалось, что он появлялся тут, когда хотел послушать аплодисменты в свой адрес. Его власть длилась долго, так что казалось, что Тита будет жить вечно. Казалось людям, но не нам, крысам. Он умер на западе страны, потом его тело доставили в столицу, и тут началась великая осада. Мимо гроба с посмертными останками целых три дня и три ночи тянулась бесконечная колонна. Шли простые люди, а также местные иностранные главари, президенты, председатели правительств, короли, вожди белых, черных и желтых людей. Но и это прошло. Наступило напряженное время, так называемые годы зловещего ожидания. Чувствовалось, что-то гниет в стране и в самой Скупщине. Вскоре опять начались громкие скандалы и драки, и тянулось это несколько лет, пока большинство тех, кто пользуется в общении другими языками или ударениями, не начали расходиться, естественно, в сопровождении драк и скандалов. Дед моего деда по матери, Хмурый, в свои громогласные размышления об исходе подкреплял рассказом о том, как в один прекрасный день Тита появился в Скупщине, как будто из-под земли, даже не появляясь в дверях. Дед сказал, что это внезапное появление Тита ужасно испугало всех, кто в тот день оказался в здании, в том числе и крыс. И миф о бессмертии и величии этого человека еще больше укрепился во всеобщем сознании. Вы догадываетесь, что прапрадед Хмурый объяснял это внезапное появление существованием подземного хода. То есть он утверждал, что маршал и президент попал в Скупщину именно этим путем. Через несколько лет после распада появилась новая сильная личность, которую мы запомнили по оттопыренным ушам и по торчащим в разные стороны прядям волос. Хотя он тоже редко появлялся в Скупщине, по поведению прочих приходящих и уходящих из нее было заметно, что он их хозяин. Как и во времена правления Тита, кое-кто верил, что он тоже будет властвовать вечно. Но, как нам известно, и его управлению наступил конец. В тот октябрьский день, когда толпа ворвалась в здание, подожгла и разграбила его. Кто-то именно сейчас может сказать, «Так ведь это кусочек истории государства или истории государственного здания? И чем здесь крысы? Чему вся эта болтовня?» Возможное возникновение подобного вопроса говорит о том, что пришла и мне пора представиться читателю, поскольку это имеет весьма серьезное значение для дальнейшего повествования. Надеюсь, вас не очень шокирует, если скажу, что в крысином мире я профессиональный библиотекарь, то есть историк и географ. В качестве отдельных профессий в нашем роду таковые не существуют. И много еще кто. Словом, я всесторонне образованная крыса. А знания я получил в равной мере как от своих старших родственников, так и от людей. Перелистывая книги, рассматривая фотографии и чертежи, глядя телевизор, если охранник засыпает, вслушиваясь в депутатские разговоры и переговоры, так вот и набрался знаний. Если кого-то удивляет мое знание человеческого языка, то ему следует припомнить, что мы, крысы, живем с людьми испокон века, слушаем их, смотрим, чем они занимаются и учимся. Если бы у камней был хотя бы крохотный мозг, они бы за такое долгое время тоже выучили человеческий язык. И во-вторых, мы появились в мире на миллион лет раньше людей. И об этом говорит нам не только теория Дарвина, но и те несколько книг, способствовавших росту нашего самосознания, которые неизвестно, как попали в библиотеку скупщины вместе с историческими материалами, оригиналами Конституции, сборниками законов, схемами, служебными бюллетенями, протоколами, стенограммами. На телеканале National Geographic я просмотрел цикл передач с переводом на серобский о новых открытиях в области происхождения видов и их эволюции. Только мне одному удалось посмотреть все передачи цикла «До единой», что помогло значительно обогнать в развитии двух своих помощников. Один из выводов, к которым я пришел, листая книги, глядя телевизор, слушая людей и наблюдая за ними, был таков. Мы, крысы, и без помощи книг знаем людей так же хорошо, как и они нас. Я довольно быстро понял, что это весьма логично, принимая во внимание то, что мы более слабый вид и потому стараемся возместить недостатки своего развития как можно более тщательным изучением вышестоящего вида, владеющего миром. Хотя некоторые из нас вовсе не считают, что развиты менее людей. Те, кто так думают, выступают со следующей оригинальной теорией. Во время Великого удара, когда тот камень врезался в землю, почти все живые существа на ее поверхности, весившие более 9 килограммов, погибли, потому что камень был так велик, а удар настолько силен, что всех, кто ходил по земле, подбросило вверх, после чего, как и следовало ожидать, все они блякнулись на поверхность. Вес именно в 9 килограммов получен на основании изучения людьми соотношения веса тела и последствий воздействия силы притяжения на это тело, если оно неожиданно подбрасывается вверх. Нам, крысам, точность этих расчетов кажется весьма убедительной. Одним из последствий удара стал потоп. Высота волн цунами превысила сотни метров, а некоторые ученые утверждают, что и все 300, который уничтожил многих из тех, кто скрывался в пещерах, норах, в своих гнездах и других подземных и надземных укрытиях. После удара и потопа диплодоки, циратозавры, динозавры, алозавры, тиранозавры, каргозавры, бронтозавры, апатозавры, струтиомимы, игуанодоны, стегозавры, трицераптосы, почти все, кто откладывал яйца и ходил, ползал и скакал по земле, но был тяжелее 9 килограммов, были разорваны на куски. Наш рот тоже ужасно пострадал, однако в меньшей мере, нежели другие виды, возможно потому, что мы уже в то время были отличными пловцами. После апокалипсиса наступило время мелких млекопитающих, а среди млекопитающих самыми выносливыми и самыми интеллектуальными оказались как раз мы, крысы. Учтите, я вам пересказываю не какой-то крысиный миф, а то, что написали люди, а мы это после изучили в библиотеке. В том сериале на National Geographic они пошли еще дальше. Там говорилось о том, о чем я со своими помощниками разговариваю с величайшим раздражением, но и с естественной гордостью. Именно наши предки, праотцы нынешних крыс, обитающих в каналах, на берегах, в болотах, в подвалах, всех этих длиннохвостых тварей, которые пожирают все, что оказывается перед их мордой, которые переносят болезни, неудержимо плодятся, все мы родня людям, и наши пути развития разошлись только после большого удара и потопа. Должен признаться, что я сразу воспринял эту теорию и верю в нее сегодня. Впрочем, у нас есть и другие источники, мы получаем знания не только от людей. Мы обладаем знаниями, полученными не только из книг и телепередач, но и переданными нам в туманном и одновременно отчетливом виде из глубины веков, вошедшими в нашу плоть и кровь, знаниями, которые трудно передать словами, но которым мы доверяем так, что никто не в силах заставить нас отказаться от них. Люди вовсе не обязательно должны быть подобны нам в своем физическом облике. Разница между нами огромна, но сходство все же очень большое в поведении, уме, физической выдержке, прожарливости, хищнической сексуальной потенции. К таким выводам я пришел после долгого размышления в течение недель, которые предшествовали упомянутым Высшее Октябрьским Дням. Новые знания привели меня в полный восторг. Иногда мне казалось, что я даже начинаю любить людей, наших заклятых врагов. Именно потому, что в эти дни я был занят поиском наших общих корней, те Октябрьские Дни так сильно удивили меня. И только позже мои братья рассказали, что приметы близящихся перемен было более чем достаточно. Люди толпами ввалили в скупщину со всех сторон, но прежде туда полетели камни и бутылки с горючей смесью, а до камней и бутылок объявился слезоточивый газ. Горели шторы, двери и окна, мебель в коридорах. Духота стояла смертельная. Рев толпы и грохот шагов становился все громче. Я был сильно удивлен, однако быстро понял, что они протестуют против президента страны. И эта акция была гораздо решительнее той 9 марта, гораздо сильнее всех протестов, которые случались в последние десятилетия. Когда массы прорвались, внутри уже не было никого из тех, кто работал в здании. Не было даже охранников. Они бежали через черный ход. Большинство нашего брата, крыс, уже находились в самых потаенных укрытиях, но кое-кто все же пострадал от дыма и газа. В основном те, у кого было неважно со здоровьем, но кто-то из-за того, что пытался бежать из здания через восточный сквер и далее, мимо почтанта к Ташмайдану. Кто-то расстался с жизнью от ударов ботинками и деревянными палками. Троих убила группка юношей и девушек, устроивших на нас охоту метлами. Такая же метла отправила деда моего деда по матери, хмурого, на вечную свалку. Больше всего я опасался за библиотеку. Разумеется, я не мог бы спасти ее. Но мои новые открытия заставили даже в такой опасной ситуации не покинуть ее. Так что я предпочитал не задумываться о собственной безопасности. К счастью, в библиотеке было не очень дымно. Я решил оставаться в ней, пока хватит сил. И ежечасно сквозь перила галереи, на которой стояли витрины с книгами, осматривал помещение. Я стерег то место в витрине, где находились самые важные для меня книги. Происхождение видов Дарвина, несколько изданий по биологии, одно из которых было посвящено грызунам. Я перепугался, когда люди принялись открывать витрины, читать названия на корешках, а потом набивать книгами сумки, которые вытащили из-под курток и рубашек. Я подумал, а на кой им эти сумки, если они пришли свергать президента? Но сразу стало понятно, зачем они им нужны. То-то снимал со стен и небольшие картины, которые можно было спрятать под курткой. К счастью, до моих книг они не добрались, потому как понеслись дальше. Услышав вечером крики толпы, мы поняли, что переворот удался, что тот сильный человек с отопыленными ушами и вздерошенными волосами больше не правит страной, а тем самым и зданием, в котором мы живем. Все стихло только на рассвете. Разумеется, мы не сразу покинули свои гнезда. Это произошло только на следующий день, и то ближе к вечеру. Но в тот день, до обеда, кто-то бродил по скупщине, слышался скрипы дверей и звуки отодвигаемых стульев, чьи-то шаги. От этих звуков у нас кровь стыла в жилах, и нам было намного страшнее, чем во время вчерашнего штурма и гвалта. В самый отчаянный момент я подумал, что это колобродят духи тех двоих, что погибли в этом здании, или тех, кто когда-то здесь работал, или приходил сюда, но умерших естественной смертью. Но вскоре я понял, что это может быть дух только одного человека, дух бывшего президента Тита. В тот момент я был более чем уверен, что это здание проклято, и тогда я принял решение покинуть его. Причем организовать и осуществить этот исход предстояло именно мне, как самой сознательной крысе в этом здании. Время шло, и я все больше укреплялся в мысли о необходимости исхода. Я разработал план и познакомил с ним обоих своих помощников, нескольких самых уважаемых членов сообщества, убедив их в целесообразности этого предприятия. Но поскольку уже похолодало, мы решили дождаться весны. Что же касается нашего отношения к людям, то после всего произошедшего в скупщине у моих братьев и сестер пробудились деструктивные чувства. Тот из них призывал в качестве мести начать уничтожение библиотеки, больших картин, стильной мебели, ковров, словом, всего ценного. Мне вместе с помощниками и членами комитета по исходу было нелегко отговорить группу не делать этого. Да, одни люди уничтожили с десяток наших родственников и угрожали нашим жилищем. Другие бросили нас, оставив без пищи и отопления. Но такова уж наша судьба жить вместе с ними и рядом с ними. Поэтому мы должны терпеливо переносить последствия их близости и их капризов. Капризов, от которых они страдают не меньше нас. Я призывал братьев приберечь силы на черные дни, недели и месяцы, которые нам предстоит пережить. Как бы они не презирали людей, я видел, что даже самым мстительным крысам их все больше не хватает. Им даже не хватает страха перед ними, не хватает случаев, когда им приходится бежать от людей и хитрить, спасая жизнь. Не считая спорадических истерик, нам в основном удалось снизить их деструктивное отношение к людям и их имуществу. Это стало испытанием моих способностей к руководству переселением. Мы все больше погружались в зиму. Зиму мы пережили почти все, хотя некоторые из нас уже перебрались в соседние дома. Мы же искали двери, ведущие в подземный ход, в существование которого верил мой прапрадед. Мы так и не нашли их, хотя этим путем даже если бы обнаружили его, мы не стали бы выбираться из скупчины. После трех дней изучения плана Белграда и рассмотрения всех возможностей, всех рисков и опасностей, мы решили покинуть здание, перейдя бульвар и пионерский парк. Далее продолжили бы вдоль Венца-Андрича и Добринской улицы, через финансовый парк и улицу Гайдука-Велька. Потом перебежали бы через пути железнодорожного вокзала и спустились бы к Саве. Подразумевалось, что исход начнется глухой ночью и завершится на рассвете. Как мы спланировали, так и сделали. Двинулись в путь в середине марта, с субботы до воскресенья, три по полуночи. Эта наша важнейшая ночь была не по времени года теплой, ясной, с полной луной, что мы восприняли как добрый знак. Мы вышли в полуподвальное окно в восточной стене здания, глядящей на почтамт. Когда мы пересекли бульвар и вошли в парк, то почти натолкнулись на какого-то человека, спавшего на скамейке, какого-то пьяницу. Наш писк разбудил его. Он оперся на локоть и увидел нас, сотни крыс, ползущих по дорожке парка. Он проводил нас растерянным взглядом, молча, перепуганный и, вероятно, не верящий глазам своим. То ли ему это приснилось, то ли он действительно стал свидетелем крысиного шествия. Венец Андрича и улицу сербских владителей мы перешли без приключений. Скатились вниз по Добринской, в финансовом парке сделали первый привал. К счастью, мы не встретили ни одной кошки. Да если бы до нас напала какая-нибудь, я думаю, что ей крепко бы досталось от нас. Сначала я шел во главе колонны. Потом недисциплинированные и нетерпеливые собратья вынудили меня отстать. Так что улицу адмирала Гепрота я пересек последним. Еще одна вещь способствовала моему отставанию. Переселение, безусловно, было моей идеей и моим делом, но кое-что с самого начала замедляло мои шаги. Это была библиотека. Я все еще не мог представить ни одного дня своей жизни без нее. И когда мы продолжили путь, я все больше думал о ней. По каковой причине я отстал от общей колонны. Где-то посередине второй половины парка я остановился под деревом и загляделся на то, как мои собратья переползают Неманину улицу. Когда мне показалось, что они уже пересекли ее, я решил вернуться. Чтобы не натолкнуться еще на кого-нибудь, кто отстал сильнее меня, я вновь добрался до улицы адмирала Гепрота. Поднялся по ней и, пройдя церковный двор, очутился у кинотеатра Деон. В здании на чем месте некогда располагалась старая скупщина, из которой наша семья 65 лет тому назад двинулась вверх к новому зданию. К цели я добрался уже на рассвете. Я вошел в парадные двери, преодолев перед этим ступени между двумя бронзовыми конными статуями, не спеша прошелся по холлу и коридору, ведущему к нашим гнездам. Я не прятался, не спешил, ковылял, как старая библиотекарша, иногда даже желая, чтобы появился охранник, чтобы он помчался за мной, чтобы добить меня метлой или чем-нибудь еще. Я был бы не против, даже если бы он пристрелил меня из-за револьвера, и это не составило бы ему особого труда, потому что я бы не побежал от него. Кто знает, думал я, может он меня и заметил бы, но позволил спокойно пройти. Ему, наверное, было так одиноко, в огромном пустом здании, что в компании крысы становилось веселее. Я добрался до своего гнезда, рухнул навзничной кровать, сооруженную из чистой бумаги лохмотьев ковра, закинул передние лапы за голову и стал ловить последние сонные мысли. Вскоре и заснул. Проснувшись на завтра около полудня, увидел внизу, в ногах, на тюфячке, также сделанном из бумаги, двух своих спящих помощников, кривого и длинного. Я подумал, что прямо сейчас заплачу от счастья. Я не хотел бы сейчас оправдываться за то, что отказался от исхода. Я не чувствую грызений совести, тому что исполнил свою миссию избавления племени от проклятого здания. Два моих помощника вернулись, поскольку были преданы мне, и это для меня значило очень многое. Но в принятии ими такого решения все же преобладало чувство ответственности за дальнейшее исследование отношений между крысами и людьми. Внизу, у реки, в прибрежных складах, среди других людей и крыс, без библиотеки, наши исследования наверняка бы прекратились. Наверное, следовало бы признать, что к скупщине нас привлекало само место, обычные повседневные жизненные привычки, а также не могу исключить и проклятие этого места, от которого наша троица, в отличие от наших менее образованных братьев, все еще не полностью освободилась. Мои сыновья, дочери и внуки ушли с Серой, моей первой женой. Я даже не простился с ними. Самое главное, а я верю, что это правда, они живыми и здоровыми добрались до берега, распределились по складам и магазинам на пристанях. Я абсолютно верю в рассказ о том, что несколько молодых крыс сумели пробраться в международный вагон и теперь живут в одной западноевропейской столице. Одним из них, как говорят, оказался мой внук. Эта новость меня особенно обрадовала. Тогда же мне рассказали, что тамошние крысы крупнее и выглядят не совсем так, как мы. Морда у них длиннее, а усы короче. Известно, что в городах мы, крысы, руководствуемся следующим правилом. Там, где нет людей, нет и пищи, и не только пищи, но и многого другого, к чему мы привыкли. Сменявшиеся охранники удовлетворяли наши привычки и потребности жить рядом с людьми, придерживаясь определенных правил. А правила эти, как бы нам, крысам, не было тяжело их придерживаться, совсем не сложные. Старайся быть скрытным, то есть, чтобы люди тебя как можно реже видели. Не оставляй свои экскременты на местах, принадлежащих людям, не задирай их кошек, не уничтожай их полезные вещи и в первую очередь не трогай их деньги. Да, и не трогай их деньги. Можешь с тыльной стороны покрыть стильный шкаф, витрину или комод, можешь зубами подправить резной дуб, можешь поселиться в дорогом кресле, можешь из ненужных бумаг свить себе гнездо, но деньги не трогай. Итак, теперь Кривой, Серый и я одни в скупщине. Общество нам составляет всего лишь трое скучающих охранников. Мы каждый день ходим в библиотеку, но наши исследования не такие интенсивные, как были до переселения. И вообще жизнь наша изменилась. Много времени мы проводим в поисках пищи. Находим ее в основном вне здания, охранники после себя почти ничего не оставляют. Нет больше того оживления, что царило здесь в прежние времена, когда все племя жило здесь. Не хватает нам того человеческого шума, который когда-то мешал и пугал нас. Тем не менее, иногда, в редкие минуты веселья, мы так резвимся, что забираемся на депутатские скамьи. Боремся, кувыркаемся, скользим по лакированным поверхностям, подражая человеческим фигуристам, которых мы видели по телевизору. Или кто-нибудь из нас поднимается на трибуну, становится на задние лапы и держит речь, в то время как оставшиеся двое изображают депутатов, то есть серьезно слушают оратора, хлопают передними лапами, а в конце вместе с оратором ударяются в оглушительный смех. И звучит в большом дворцовом зале эхо нашего писка. Потом мы завершаем эту игру, которая становится все медленнее, и, подталкивая друг друга, подставляя подножки, возвращаемся в библиотеку. Чем ближе мы подходим к библиотеке, тем сильнее падает наше настроение. Словно неудержимая буря обрушиваются на нас троих воспоминания. Мы расходимся по своим гнездам, молчим и печалимся. И в заключение я добавлю, все эти события во мне, крысе, которая живет и размышляет рационально, следя за тем, чтобы никому не причинить неприятности, пробудили, так сказать, очень серьезный и опасный порог. Они научили меня все меньше придерживаться одного из важнейших правил жизни рядом с людьми. С недавних пор я начал трогать их деньги. Началось это совершенно неосознанно. Я начал грызти банкноты, измельчать их чуть ли не в прах, свивая из них крысиные гнезда и делая другие разнообразные вещи. Пирамиды, полушария, коллажи. После пожара в Скупщине, после специальной пены и воды пожарных здесь осталось много банкнот, отечественных и иностранных. Есть местечко в этом здании, куда нога человека не ступала более полувека. Есть и места, где денег хватает. На них чаще всего изображены люди. Президенты, национальные герои, ученые, писатели, самые знаменитые личности рода человеческого. Несмотря на то, что они сотворились с моим родом, я сумел не возненавидеть людей, но тем не менее стал меньше, чем прежде уважать их. Может, поэтому я и грызу доллары, швейцарские франки, евро, фунты, динары, лики королей, полководцев, президентов, ученых, писателей. В рамках очередного выпуска славянского подкаста вы прослушали рассказ Милована Марчетича «Исход» из сборника под названием «Поймай падающую звезду» антологии современного сербского рассказа. Хотелось бы отметить, что за этот рассказ Марчетич получил престижную национальную награду имени Ива Андрича. Со сборником «Поймай падающую звезду» вы можете ознакомиться не только в библиотеке. Книга оцифрована и вы имеете возможность заказать электронные издания. Спасибо вам за внимание. Ждем вас в Центр для славянских культур. Субтитры создавал DimaTorzok